Всем привет, ребята! Сегодня я хочу сделать выпуск по такому необычному элементу, как выход одной рукой. Это будет скорее не просто обучалка, а аналитика этого элемента, поскольку способов его выполнения очень много, все они разнятся. Какой же самый лучший, самый правильный, сегодня выясним. Элемент делится на две фазы, каждый из них очень сложный. Первое, это просто нужно выйти во флажок, то есть каким-то образом вам нужно залететь одной рукой вот такой флажок. Чем выше вы сможете залететь, тем проще будет выдавить себя уже в упор на одной руке. Собственно, упор на одной руке сам по себе является второй частью, он не менее сложный. И вот мне его силе так и не удалось по-нормальному. Есть несколько техник выполнения. Первая, самая простая, это с подбородком. Когда человек потягивается на одной руке, ложит в подбородок, делает как бы вис на шею и закидывает уже в флажок. Потом пытается себя выдавить. Это техника читерская, то есть это не идеальный выход одной рукой. Вторая тоже читерская, с подмышкой. То есть человек вылетает вот так, по мышечке себе помогает закинуться. И дальше уже выдавливает себя вверх. То есть многие такой техникой пользуются. Ну не надо, пацаны, вы чего, вы хоть подмышки помойте перед этим. Потому что мне потом на такой турник уже не хочется лезть и что-то на нем делать. То есть он визуально похож на выход одной рукой. Но это все-таки читерок такой, скажем. Идеальный выход одной рукой должен быть без раскачки. Сильный какой-то. Без... То есть не надо делать схлёпку. И с прижатой рукой. То есть ничем не помогаем, вылетаем. И пытаемся как-то уже дожать себя. Для этого вам понадобится очень мощная база подтягиваний одной на одной руке. Желательно делать их очень легко. И вы должны высоко подлетать. То есть не просто там себя как-то еле-еле дотягивать. Такие вот взрывные подтягивания, чтобы вы могли вот так в плечо ударяться. Тогда у вас будет база именно для самого вылета во флажок. Я тренировал так. Уже именно без помощи резины или верёвки. Для выжима подводящим будет вот такие отжимания. То есть узким хватом берёмся. Опускаемся и выжимаем себя. Как можно ниже. Фишка в том, что Когда вы залетаете, нужно как можно выше залететь. Чтобы не вот так в флажок упасть. Иначе вы уже себя никаким образом из него не вытянете. А примерно Ну вот до такого хотя бы положения. Чтобы у вас на полусогнутом было руке. Тогда вам можно себя ещё одной рукой вытянуть. Есть такая интересная техника в джимбаре. Когда человек подтягивается на одной руке вот до такого расстояния. Висит. Потом резким рывком водит во флажок. То есть медленно подтягивается на одной. Потом резким рывком водит во флажок. Выглядит это красиво. Да. Не спорю. Но он попадает в такое положение. Очень низкое. И из него он уже не сможет себя выдавить. Это бесполезно. Во-первых, не поймать никак равновесие, чтобы себя правильно дожать. То есть вы должны вылетать на какую-то вот такую позицию. Когда вы летите на такую, можно от второй рукой себе помочь. Вот так вот резко взмахнуть. И рывком постараться как-то выдавить. Проще всего тренировать на гимнастическом турнике. Первый раз я сделал на гимнастическом турнике. На нем реально попроще. Но не то, чтобы там в два раза проще. Так, на чуть-чуть. Стартовая позиция. Вам нужно захватиться поглубже. Когда делать-то. Вам нужно сделать такой небольшой отмах вперед. Примерно вот на столько. И когда уже назад будете вот так примерно отходить, уже собственно сам выход. То есть это совсем мизерная раскачка. То есть так делают практически все люди выход на две. То есть не с пола ловиться, а с маленькой небольшой раскачечки. Но не надо делать склепку. То есть подносить ноги. Потом резко рывком себя выводить. Это собственно уже другой элемент. Склепка на одной руке. Он намного проще. Что он тихонечный. То есть примерно. Вот такой небольшой рывочек. За которым следует собственно сам выход. Что еще вам такого рассказать про этот интересный элемент. Ну во-первых он реально очень травмоопасный. Поскольку такая рывковая сильная нагрузка идет. Всего лишь на одну руку. То есть я первый раз когда выполнил. Я сильно потянул плечо и бицепс. И где-то недели две я вообще не мог тренироваться. Вот. Поэтому хорошо очень разминайтесь. У вас должна быть мощная база. Подтягивание на одной руке. Ну склепку одной рукой тренировать или нет. Я не умел ее. И сделал. Так что не обязательно совсем. Но в принципе для разнообразия можете. Если хорошо выводить техническими элементами. Мне лично маленько не хватало. Чтобы выдавить себя в упор. Дурить так скажем. В общем все рассказал. Всем пока ребят. До скорого.